Приветствую вас! И начну я с того, что скажу вам, почему молодой человек ведет себя именно так. Дело в том, что в коллективе ему, в силу молодости, хочется еще казаться, а не быть. Он считает отношения в коллективе достойным того, чтобы быть в нем циником и быть с вами грубоватым. То есть быть мужчиной, не зависимым от женщины и относиться к ней немного свысока. Понятно, что ваш молодой человек, ну точнее, ваш знакомый, да, зависит от общественного мнения, работает на образ своего социального я. При этом это социальное я не является реальным. И человек очень зависим от общественного мнения. Это означает, что у него проблемы с самооценкой, проблемный вкус в реакции в себя, проблемы с уверенностью в себе. А действительно бесполезно говорить такому индивидуу о том, что вам не нравится его поведение. Потому что его не волнует. Вот абсолютно не волнует то, что вы говорите. У него есть свои предпочтения, свои желания. И вот они беспокоят его сильно. А вы, вы нет. Ему важнее казаться тем, кем он хочет представить себя обществом, чем быть честным по отношению к себе. Ругаться бесполезно, надеюсь, вы понимаете. Закрывать глаза точно не стоит. Потому что пустительство, грубости в отношении вас вряд ли приведет к тому, что мужчина будет вас сколько-нибудь больше уважать. На мой взгляд, самое правильное поведение в данном случае, это такое. Воспринимаем спокойно его поведение. Никак не реагируем на него внешне. И продолжаем общаться с ним по рабочим вопросам. Но вот когда дело касается чего-то личного, вы тут обрубаетесь все контакты. Вы просто тактично говорите. Так, все, прости, мне пора, у меня дела и все. На его звонки относительно личных разговоров тоже говорите, что я занята и не могу с собой пообщаться. Рано или поздно, мужчина задастся вопросу. А почему вы так изменили свое поведение? И тогда вы скажете ему, что вот ты знаешь, я думал, мы с собой друзья. Ну или хорошие знакомые. Но ты показал, что не волнуют тебя мои переживания. Ну хорошо, если тебя не волнуют мои переживания, это твое право, твой выбор. Я сделал вывод, что ты не хочешь со мной сближаться, ты не ценишь меня и, соответственно, зачем мне делать это самостоятельно. Поэтому прости, но я буду тратить свое личное время на тех, кто меня слышит, кто меня ценит и уважает. Если ваш мужчина с вами дрожит и отношения с вами ему близки, то он изменит свое поведение и так реагировать не будет. А если он планировал использовать вас, неважно сейчас каких целей, то простите, в ваш адрес засыпется еще больше обвинений, еще больше оскорблений может быть. И это будет означать только о том, это будет означать только то, что молодой человек видел вас как средство для достижения своих целей. И относиться к вам не искренне. Просто вас используя. Вот такая будет вам рекомендация. Надеюсь, помог. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если понравился мой ответ, сделайте его лучшим. Буду благодарен. До сих пор отвечайте. Продолжение следует...